Двое парней делают вид, что изучают ассортимент. Но вот один из них тянется к стеклу и отодвигает его. Витрина оказалась не закрыта. Сначала берет один телефон, кладет себе в карман, потом второй. Затем его примеру следует товарищ, прячет несколько смартфонов за пазухой. А вот они уже без оглядки на окружающих орудуют в четыре руки. Один из посетителей заметил происходящее, но решил промолчать. Забив карманы ворованными телефонами, два товарища поспешили удалиться из торгового зала. Молодые люди было, планировали залечь на дно, но прежде хотели как можно скорее продать похищенное и получить деньги. Для этого они отправились на один из столичных рынков. Избавиться от улик злоумышленники успели, а вот затаиться нет. Менеджеры магазина обнаружили пропажу и позвонили в полицию. В отдел полиции поступило сообщение от менеджера салона сотовой связи, расположенного на Веневской улице, о краже. Заявитель рассказал, что неизвестные с витрины салона похитили 9 сотовых телефонов. Материальный ущерб превысил 100 тысяч рублей. Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили личности подозреваемых и вскоре задержали их. За что задержан сотрудниками полиции? Подозревают за крак. Двое приезжих Северного Кавказа в отделе полиции ведут себя дерзко и нагло. На вопросы отвечают неохотно. Я тебе сказал фамилию, имя, отчество. Почетче говори фамилию, имя, отчество. Б***ь, вы что, б***ь. Оба молодых человека нигде не работают. Как часто они добывали деньги с помощью краж, стражи порядка сейчас выясняют. Взбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до пяти лет тюрьмы. Кирилл Антонов, Петровка, 38. Кирилл Антонов.